Трое мазырян лишились 17 тысяч рублей после общения с незнакомцами, которые представились работниками банка. Звонок в Вайбер поступил 46-летнему жителю райцентра с сообщением о том, что банк проводит проверку своих специалистов, поэтому просит оказать содействие, оформить на себя кредит, который сразу же вернут. Взятые 8,5 тысяч рублей кредита мужчина через инфокиоск перечислил по двум предоставленным счетам. Уже после совершения всех нужных мошенникам действий он обратился в милицию. Другой мужчина в процессе разговора сообщил звонившимся реквизиты от своего мобильного банкинга. Вскоре на телефон пришло сообщение, что на карт-счет поступили 7800 рублей. Как оказалось, мошенники самостоятельно оформили онлайн-кредит. Новый код для проведения транзакции мужчина также сообщил незнакомцам. Деньги исчезли. Правоохранители выясняют всю цепочку совершенных действий. 25-летнему мазырянину позвонили в 5 утра с требованием срочно заблокировать карточку во избежание несанкционированного списания средств. Кроме этого, деньги надо было срочно перевести на временный счет, что мужчина и сделал. В итоге он лишился тысячи рублей. Специалисты Госкомитета судебных экспертиз подчеркивают, что существует немало способов отъема денег у доверчивых граждан с помощью высоких технологий. Такими являются программы обеспечения, как Anidesk, Time Viewer программы. Мошенники, используя это приложение, во время разговора с пользователями устройств, просят их установить из Play Market, из App Store. После того, как они устанавливают, просят произвести какие-либо расчеты, подключаются в это время к устройству пользователя и отслеживают все их действия. После того, как они получают конфиденциальные данные, такие как логины, пароли от аккаунтов, от мобильных интернет-платежных систем, производят уже без пользователя перевод денежных средств на свои счета. Поэтому ни в коем случае, ни в разговоре, ни каким-либо образом не поддаваться на уговоры, не устанавливать подобное программное обеспечение, а также не сообщать никаких кодов, логинов и паролев. С начала года в Беларуси возбуждено свыше 6 тысяч подобных уголовных дел. Это почти треть от общего числа возбужденных уголовных дел в этом году и в 20 лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.